В творческой биографии Бориса Владимировича Клюева немало выдающихся актерских работ. Зрители запомнили его в роли графа Рашфора во всенародно любимом фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Помимо этого Клюев снялся во многих картинах, вошедших в золотой фонд отечественной кинематографии, среди них приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Тассу полномочен заявить, и другие. В последние годы артист блистательно играл Николая Петровича в сериале «Воронины». Он всегда выглядел энергичным и бодрым, и мало кто из зрителей подозревал о его тяжелой болезни. Впервые о заболевании Клюева стало известно в 2018 году. Почувствовав первые симптомы недомогания, Борис Владимирович обратился к медикам, которые поставили ему неутешительный диагноз – рак легких. И артист начал продолжительную борьбу с онкологией. Он периодически ложился в больницу и делал необходимые процедуры. Никто из окружающих и заподозрить не мог, с каким трудом дается Клюеву каждый съемочный день, каждый выход на сцену. Но Борис Владимирович не был приучен жаловаться. «Да, я болен. Знаете, я всегда был физически сильным, до 65 лет поднимал штангу, играл в футбол, большой теннис. И однажды, когда вдруг почувствовал, как что-то закололо в легком, я не обратил внимания и продолжил репетировать спектакль». «Два месяца я ходил на работу, в театр с двусторонним воспалением легких. А когда совсем стало нехорошо, температура 39 и прочее, сделал рентген». «Тогда-то мне и сказали о болезни», поделился Клюев со зрителями в эфире программы «Судьба человека». «Борис Владимирович неукоснительно соблюдал все предписания врачей в надежде, что тяжкий недуг отступит». «Он был уверен, что его крепкий организм сможет победить болезнь. Но Клюев был готов и к другому варианту развития событий, он философски относился к неблагоприятному исходу». «Я считаю, что прожил интересную красивую жизнь, и если Господь возьмет меня, я отнесу спокойно». «Хотя сейчас все это лечится, и надеюсь, что организм меня не подведет», цитирует народного артиста «Комсомольская правда». Несастью, болезнь оказалась сильнее. 1 сентября Бориса Клюева не стало. Свою поддержку родным и близким Бориса Клюева выражают его коллеги. Екатерина Волкова, Елена Яковлева, Александр Алешко, Татьяна Кравченко, Ефим Шифрин и другие звезды почтили память народного артиста в социальных сетях. У многих из них остались самые теплые воспоминания о совместной работе с Борисом Владимировичем. Его называют замечательным человеком, наставником, советчиком и другом. Для молодых артистов на съемочной площадке Клюев всегда был примером, помогал, подсказывал и вдохновлял. Память о нем останется в сердцах не только коллег, но и благодарных зрителей.